Итак, начинаем. Сегодня депутаты Горсовета приняли бюджет Красноярска на ближайший год. По-прежнему он дефицитный, но эта сумма осталась практически на том же уровне, что и в прошлом году. Чтобы увеличить поступление в бюджет, властям пришлось поднять сборы и ввести новый налог на дорогую недвижимость. Другие подробности знает Наталья Истомина. Бюджет города на следующий год будет дефицитным, однако власти в полном объеме сохранят финансирование социальной сферы. Вот основные параметры. По сравнению с 2012 годом доходы увеличатся на 2 миллиарда рублей. Примерно на такую же цифру увеличатся и расходы. А дефицит составит 1 миллиард 700 миллионов рублей. В принципе, ровно такая же сумма была и в прошлом году. И депутаты считают, что это вполне приемлемо. Основной приоритет бюджета – создание мест для дошкольников. В следующем году планируется начать строительство 8 детсадов. Еще 3 откроются на новых площадях. В итоге будут устроены более 1700 малышей. Кроме того, в советском районе появится и школа на тысячу мест. А на новой спортивной площадке во дворах будет потрачено около 140 миллионов. Это больше, чем в прошлом году. Ныне уточнились приоритеты. И приоритеты, связанные с образованием, для нас сегодня являются одними из важных. Но хотел бы отметить, что мы рассчитываем на продолжение работы по получению дополнительных средств. Предполагаем получить дополнительные ресурсы на финансирование проектов, связанных со строительством детских садов. Мы рассчитываем на деньги федерального бюджета, которые на эти цели предусмотрены. И подготовили необходимые документы. И намерены участвовать в конкурсе на получение этих средств. Много планов по развитию дорожной сети. Продолжится возведение большого транспортного кольца вокруг города, которое должно уменьшить пробки в центре. Начнется строительство двухуровневой развязки на 2-й Брянской до Калинина. Новые дороги появятся в микрорайонах Покровский и Утиный Плес. Чтобы реализация этих проектов стала возможна, власти пошли на повышение некоторых налогов. Мы повысили немножко арендные ставки на муниципальную недвижимость. Но они были очень низкими. Во всяком случае, во много раз меньше, чем коммерческая недвижимость. И это было логично. Мы по некоторым видам бизнеса повысили коэффициент К2. Еще раз пересмотрели эти виды бизнеса. И это тоже было нормально. Каждый год мы это делаем. И мы ввели налог на недвижимость, который практически никак не отразится на тех людях, которые имеют типовые квартиры. По подсчетам специалистов, за счет изменения ставок по налогу на имущество физических лиц и для 80% красноярцев финансовая нагрузка в среднем вырастет не более чем на 1%. Увеличение коснется в основном собственников дорогого жилья и владельцев нескольких объектов недвижимости. В результате нововведений в казну поступит 25 миллионов рублей. Но это будет лишь в 2014 году, так как налог на имущество физических лиц уплачивается годом позже. По словам предпринимателей, 25 миллионов. Цифра, конечно, небольшая, но и это тоже деньги. Это правильное решение, так как президент давно говорил, что нужно ввести налог на роскошь. И те люди, которые обладают очень дорогой недвижимостью, должны платить больше налогов, чем те люди, у которых обычно на двух-трехкомнатные квартиры. И в этом нет ничего страшного, потому что процентная ставка будет не такая велика, не более 2%. Я планировал, что так будет. Потому что сегодня предприниматели за коммерческую недвижимость и так платят 1,99% налога. Еще одна статья расходов – снос ветхого жилья и возведения нового. В следующем году будет построено три дома. Часть квартир получат те, кто сейчас проживает в зоне строительства дорог и четвертого моста. Застройщики считают это направление очень важным и говорят, что готовы участвовать в обновлении ветхого фонда. Для этого они разработали особые механизмы. Город сносит по жилищному кодексу, а застройщик ему компенсирует. Он обязуется предоставить жилые помещения для тех семей, которые выносятся с этой территории. Либо денежные средства, если город сносит за деньги. Вот и все. В следующем году прекращает действие федеральный закон, ограничивающий рост коммунальных платежей. Но на краевом уровне принято решение продолжать поддерживать жителей в этом вопросе. На эти цели будет направлено чуть больше трех миллиардов. Добавлю, за принятие главного финансового документа города депутаты проголосовали почти единогласно и сам проект не вызвал серьезных нареканий. Я же напоминаю вам, если у вас есть новости, звоните лично мне, мой телефон 29 29 115. Комментарии к сюжетам оставляйте на нашем сайте afontovo.ru Наталья Истомина, Олег Голубин, Афонтова новости. Олег Голубин, Афонтова новости.